очень часто многие кто занимается малым бизнесом или предпринимательством неправильно считают транспортные расходы сегодня я решил им помочь ну то есть считают что своя машина это бесплатно на самом деле это совсем не так и в результате получается что люди убивают свою машину на свой малый бизнеса и остаются врезать без машины но и собственно без вид бизнес тоже потому что бизнес на этом завязан и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий но смотрите очень многие кто занимается малым бизнесом использует свой личный транспорт для того чтобы но в своем бизнесе в принципе это правильно но при этом получается что вы свою машину используете в своем бизнесе и когда вы используете ее надо ее учитывать в транспортных услугах вот но по крайней мере своем личном персональном учете который ведется в excel и давайте прикинем сколько же должна стоить транспортировка транспорт на машине для того чтобы ее оптимизировать но смотрите если вы используете свой личный транспорт то понятно что на каждую поездку вы используете сколько-то денег на бензин как правило кроме этого больше ничего и не учитывают только бензин но бензин понятно сколько литров на 100 километров значит там и получается стоимость поездки да то есть самое первое это топливо но кроме топлива значит получается что как только вы попадаете в какую-то аварию какую-то небольшую и либо вы отдаете машину в ремонт то соответственно этот ремонт очень здорово ложится на предпринимателя и это становится очень серьезным ударом для бизнеса для малого по крайней мере у мелких предпринимателей поэтому кроме топлива надо учесть еще стоимость но как минимум как минимум эксплуатации автомобиля то есть каждые 10000 километров мы меняем масло плюс фильтр и каждые 40000 мы меняем тормозные колодки так значит мы берем и назначат на каждые 10000 на каждые 10000 а сейчас я записываю масло плюс фильтр и каждые 40000 тормозные колодки тормозные колодки но это минимум которые необходим просто для обслуживания если у вас машина с ремнем грм то каждый там 80 тысяч грм плюс помпа это понятно да при этом значит примерно каждые 100000 на машину меняется сцепление весь комплект то есть корзина плюс выжимной плюс диск сцепления и того получается что да теперь дальше смотрите в среднем машина пробегает но скажем 250 тысяч километров через 250 тысяч километров мы ее меняем то есть через после того как мы пробежим на этой машине 250 тысяч километров у нас должно хватать денег на то чтобы поменять по крайней мере эту машину на следующую новую ну вот и давайте считать смотрите что получается мы считаем смотрите 250 тысяч километров это значит что мы 25 раз по 10 тысяч правильно значит мы меняем 25 раз меняем масло плюс фильтр но предположим это 5000 рублей 25 раз плюс 40 тысяч это 6424 плюс четыре раза умножаем на тормозные колодки ну предположим 5000 тоже у вас тормозные колодки будут стоить тормозные колодки ремень грм 3 раза 3 умножить на 8 они на 80 тысяч ремень грм сколько стоит так сказать замена ремень грм ну я недавно менял у меня получилось 14000 ну предположим искать но у вас будет 12000 до 12000 грм вот и два раза сцепление вы за это время поменяете два раз сцепления это будет где-то но в районе 2 умножить на 16000 это вот минимум тот который вы точно совершенно за 250 тысяч пробежите так значит соответственно и плюс стоимость нового улучшенного автомобиля но я предположу что значит машина у вас не самое лучшее поэтому скорее всего вам придется доплатить где-то в в районе 600 тысяч рублей вот поэтому значит стоимость всей эксплуатации автомобиля складываем сейчас я попробую это сделать 25 умножаем на 5000 сейчас я вам скажу сколько 25 умножаем на 5000 125 тысяч рублей вы стратите на масло плюс тормозные фильтры 5 4 20 20 тысяч на тормозные колодки 36000 тратится на ремни грм и еще 32 тысячи меняется на сцепление это минимум это без всяких подвесок но подвеска тоже сказать добавит сколько там всякие косточки вы будете менять однозначно совершенно раза четыре ну восемь тысяч добавим еще на всякие вот эти вот косточки предположим вот ну чтобы округлить тут 6 плюс 2 8 плюс 8 ну пусть будет 12000 12000 вот так вот складываем 125 тысяч плюс 26 тысяч плюс 36 тысяч плюс 32 тысячи плюс 12 тысяч 225 тысяч и плюс 600 тысяч раз два три рублей получается 825 тысяч рублей получается 825 тысяч рублей получается 825 тысяч машина должна принести пока она пробежит 250 тысяч рублей на счет пишу равно так есть и поделить на 250 раз два три ну получается 3,3 рубля на каждый километра вы должны откладывать от машины то есть ваш бензин должен быть дороже грубо говоря 3,3 на каждый километр и значит сколько там на 100 километров это умножаем на 100 330 рублей то есть на каждый из 100 километров вы добавляете 330 рублей 330 рублей на 100 километров и сколько у вас литров на 100 километров скажем ну предположим 10 литров на 100 километров бензина и бензин стоит например сейчас 45 литров значит 45 литров на 10 это 450 рублей на 100 километров вот и получается что практически если вы хотите учитывать стоимость машины то в себестоимости буквально стоимость бензина умножаете на 2 практически так получается смотрите потому что стоимость бензина 450 рублей на 100 километров соответственно стоимость обслуживания машины стоимость эксплуатации еще 330 рублей на 100 километров в среднем получается вот такая простая арифметика если у вас получается ну скажем вот у меня поездка до москвы стоит вернее сколько там 250 километров ну предположим 300 километров то соответственно значит получается так 700 80 рублей на 100 километров умножаем на 3 2400 рублей это стоимость себестоимость одной поездки в москву для меня вот таким образом я считаю и у меня получается что ну вот вот как бы такие условия значит эти 2400 рублей если я делю например на три адреса то получается 800 рублей за адрес и например когда я разговариваю с коллегами то я говорю но они говорят там съездить куда-то сказать но заодно то чтобы там и мне не тратить вот эти деньги дамы даскать коперируемся как-то они горит слушай отвези мой заказ я говорю да пожалуйста там тысячи рублей вот вот такие условия такие расчеты кроме того значит для того чтобы оптимизировать эти расчеты ну просто планируйте свою поездку для того чтобы снизить ее ну что по времени как можно больше адресов успеть потому что каждый адрес это деньги вот такие условия я надеюсь это видео будет полезно многим кто использует личный транспорт в своем бизнесе как предприниматель и я когда начал вот так вот считать да я долго-долго считала потом значит понял что в общем сказать там мне выгоднее намного покупая нанимать газель когда мне нужно сказать ну просто вот чтобы не носиться самому как сраному венику значит за бумагой то я в общем сказать через какое-то время когда немножечко больше у меня денег стало я стал нанимать газель потому что газели увозят за один раз полторы тонны я подгадывал бумаги ровно полторы тонны на газель и в общем спокойно заказывал газель вот ну или скажем еще один момент значит рентабельность моего бизнеса должна быть такова и рентабельность каждой поездки что я могу спокойно это дело переложить на какого-нибудь наемного человека то есть я знаю что за пять тысяч можно человека нанять в день и я вот как бы это второй вариант рассчитывать как альтернативу потому что на самом деле на самом деле вот то что я привел расчет это чисто только машина и все а мы ведь не учитываем еще стоимость своего рабочего времени а если мы начнем учитывать стоимость от своего рабочего времени но предположим шесть тысяч рублей 60 тысяч рублей в месяц мы закладываем стоимость своего труда ну как минимум хотя бы да то значит получается две тысячи в день если вы на целый день едете кто добавляете еще сюда две тысячи в день и того получается 4400 рублей поездка и если кто-то согласится так скажем за три тысячи ехать или там даже за 4 то смело в общем сказать платите ему и это будет вам даже выгоднее ну вот такие простые расчеты я надеюсь что это видео будет полезным многим если вы не согласны пишите что вы думаете по этому поводу я вот именно так считаю и и когда я так когда я планировал тоже производства я транспортные расходы тоже закладываю именно вот из этих расчетов поэтому поэтому думаю что это будет полезно многим лайк подписка и до встречи с вами был деменков юрий и и и и и и